Нет, просто есть такой фильтр, типа мужская маска такая, с таким длицом широким, и женщины такой часто фильтр вешают себе. Это ракурс просто из-под низа сфоткал. Ага, всё понятно, ладно, окей. Я этого мужика видел. Попадался в каких-то шортах или где? Я нет. Он играет на хофрошке. Вадим сказал, что он недавно к папичу приходил на его дубайскую авантюру. Да. Играл там на хофрошке. Да. Он такой, знаешь, песни поют, типа... Ох, вылежимый подзалутный творожок! Такие песни у него. Ладно. Речневые страны? Давай сначала. Подожди, что-то включилось в конце. Домашнее задание. Ребята, домашнее задание. Что это за хуйня, блядь? Что в этого чела съебала? А? Что за хуйня, блядь? Так поэтому... А-а-а! Это ему кидали донаток. Поэтому его, получается, и позвали на его дубайскую авантюру. Да-да. Это Вадим рассказал, что в последнем выпуске это было или нет. Да-да. Что он к нему приехал, песни его заказали играть, да? Я так понимаю. И в этот раз она принимает объятия. Окончание предложения она произносит, упнувшись в нем. Ребята, домашнее задание, слушаем. Ребята, домашнее задание, слушаем. Вот я взялся вирус, а? Да. На мимах. В миме патии ты. В, блядь! Кто это? Кто это вообще такой? Именно на этом видео я буду по возможности вставлять последние донаты в знак благодарности. Это Мордыка так выглядит? Зовут его Игорь Харьков. Прикинь. Мы не видели видео. Вот же его голос. Я привыкла, что он всегда крысой выглядит этой в костюме Джокера. А раньше был не крысой, получается. Да. А сейчас крыса. А потом превратился в крысу в костюме Джокера. Да. Но. Год рождения, к сожалению, засекречен и нигде не указывается. Сайт для определения возраста по фото дает ему 55 лет. Ну тут уж сами думайте. Проживает в городе Алматы. Свою интернет деятельность начал вести приблизительно с 2018 года. Тогда он записывал видео, как читает Рэпчину под довольно популярные минусы. Ну-ка. В принципе, в этих видео нет ничего необычного. Это был типичный рэп про Сосайти, в котором мы все с вами живем. Блин, ну он опоздал на лет сколько, 25, наверное. Сейчас он как бы правильно все делает. Нет, сейчас, да. Сейчас он делает что-то кринжовое. Но я имею в виду, что если... А до этого он думал, что это не кринжово, но это выглядело кринжово. Ну потому что это та старая мода. Это дабл, социальный рэп, всякое такое. Смотри, подписчики подвели к нужному руслу, смотри. Он делает рэп, да, они говорят, типа, это кринж, чувак. Пукай в камеру и играй на гофрошке. Блин, хорошо, буду делать кринж. Пукайте там с домашним заданием. Можешь застрелиться. В то время никаким фрик-контентом... Ну, это у него фильтр стоит. Фильтр, да. Игорь приобрел уже в 2020 году в ТикТоке, записывая там каверы на старые популярные песни российской эстрады и не только. Жопу не долбись, жопу не долбись. Жопу не долбись, жопу не долбись. Эт мои дырки, мотной мои дырки, эт мои дырки, мотной мои дырки. Вот в ТикТоке все пошло. Не капли в рот, не капли в рот, не капли в рот, не капли в рот, не капли в рот. Такой формат ожидаемо выстрелил, быстро начав набирать просмотры. Это же ТикТок, чему тут удивляться? Правда, радость Игоря продлилась недолго, потому что его аккаунт Забаннили. Модераторы ТикТока. Зависливые. Руку на сердце, даже не знаю, почему такое могло произойти. Вот, написано, бан для стримера через 3-2-1. То есть, в смысле, на Твиче... Мы осуждаем. ...сомненно расстроило Игоря. Да, грязный рот у него, конечно. ...нарекая их ашерами и нередко упоминая их в негативном ключе в своих будущих видео. С 2021 года заводит YouTube-канал и Telegram, которые функционируют и по сей день. На них можно увидеть новые треки Игоря, лекции о своем движении о ОСД, различные истории из жизни, поздравления, а также номерные видео того, как он откладывает коричневого змея. А-а-а, вот почему коричневого змея. Да-да-да, точно, я видела, что попадалось. Да что, какие у тебя рекомендации, господи! Да-да-да, я помню. Что ты помнишь? Он такой, сейчас, я посрал, ой, хорошо пошло, ой, равно вышло, а? О, хорошая, большая какашка. Не знаю, почему это мне рекомендовалось. Наверное, они поняли, что вы примерно мыслите в одну сторону. Ну, нет, ну, правда, не сейчас, а вот как-то было такое. Но, но, временно, вот, видимо, когда он популярный очень сильно был. Вот. Удивляет. Итак, общую информацию я до вас донес. Теперь мы, как обычно, разберем всю медийную деятельность Игоря по частям и взглянем на него немного поподробнее. Давайте. Саламчик, родные! Время на раскачку нету! Как вы уже могли понять, важной вехой в деятельности Вихарькова является музыка. А точнее, кавер под бит популярных песен. Есть музыка на любой вкус. Быть может, вас заинтересует кишечный фонг? Держи! Или вы больше любите восточный вайб? Пердешь из жопы моей, проникать в твои лобные доли. Душа в шишковидной железе, не находишь в себе покоя. Возможно, блатняк. Ну ладно, ладно. Я знаю, что вам действительно подойдет. Гофрошка? Итак, если вы зарядились и хотите прослушать весь репертуар Игоря, могу вам показать пару вариантиков, где это можно осуществить. Apple Music, Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Шазам, МТС Мюзик, ну или на ебучем Ютубе на крайняк. МТС Мюзик? Такое есть? Можно сделать вывод, что песни действительно кто-то слушает, так что есть небольшая вероятность, что кто-то из ваших соседей прямо сейчас может флексить под... Ты не хочешь рожать, ты любишь сосать табак с куриным пометом. У тебя изо рта воняет говном и зеленая тина из болота. Ты жалово застажен, тебе 35, ты толпишься в рот и в шопу. Не, ну слушай, примерно... Знаешь, кому надо всем заколабить? С Альбиной Сексовой. Мне кажется, хорошо получится. Нет, даже нет. Чего нет? С каким-то современным, на самом деле. Чего? С современным рэпером. Альбина Сексова, это что-то такое, наверное, все-таки андеграундное, а он такой, знаешь, чуть-чуть, даже вот на волне вот этих рэперов современных. А, ну может быть. Что-нибудь там помповоит там на фоне. А его он такой, типа, че-че добавит. Че-че добавит. Со временем треки Маэстро становятся все лучше и лучше. Добавляется красивый визуал, а также оригинальный бит, который делает ему битмейкеры Гном 2 и Пуччи. Зацените один из последних релизов. В небе не будет небес? Это что, церковно? В небе может быть крест, но не будет никогда. Больше в небе небес никогда. Ну, то что-то по-серьезной, все. По-другому песенам со смыслом Игорь любит снимать короткие видосы. Так скажем, для любителей тиктока. Ведь нужно же как-то привлекать молодую аудиторию. Не долбись в жопу в лексусах. Сусах. Не долбись в жопу в худаях. Сус-сусом. Не долбись в жопу в аудях. За щёку не бери, за щёку не бери, за щёку не бери, за щёку не бери. Видишь, я заметила, что у него, короче, что он берёт? Одну фразу, очень важную социальную фразу, повторяет. Просто он предупреждает. То говорит, несуй петарду в жопу. То за щёку не бери, понимаешь? Он такой. И чтоб тебя въелать, за щёку не бери. За щёку не бери. И такой, на всякий случай, ты захочешь щёку за щёку взять? И всё такое, не, за щёку не бери. Не надо, лучше так не делать. Но думается мне, что про нашего сегодняшнего гостя вы узнали, не прослушивая его музыку, или смотря тиктоки с занимательной лирикой. Скорее всего, в интернете вам могло попасться видео наподобие вот этого. Братишка, тебе нужно тщательно пересмотреть свою жизнь. Так сказать правильно, расставить приоритеты. И мой тебе первый братский совет. Или вот этого. Подожди, подожди, я по-моему тебя где-то видел. Ну-ка подожди, поближе подойди, поближе. Ближе, подойди. Видел? Ну или вот, вот, вот этого. На старт! Внимание! Подобного контента у Игоря действительно много. Я поняла, для кого это. Вот для тебя. Да, Вадим, это для тебя. Это для тебя, для тебя. Это такое тупо, что-то смешно. Нет, нет. Ну тебе, да, я знаю. Неспроста. Ведь он является основателем кишечно-малофьяного формата, основателем кишечного фонка, атмосферного имени, и что самое главное, основателем оп-оп с приподнизовского движения. Сокращенно ООСД. Кстати, тому, кто сможет с первого раза сказать оп-оп с приподнизовское движение, дам конфетку. О-оп с приподнизовское движение. Попа-паписка-какашка. Попа-паписка-какашка. ООСД это движение, которое основало солнцеликий. Он же Игорь Вихарьков. Ой, блядь, короче, я его тут весь видос называю солнцеликий, а на деле он светло-ликий. Ну, короче, поп-оп. Пошти. Поп-поп. Середина ролика, понял, это. ЛГБТ-движение. Вот вам основные правила ООСД. Ты должен глубоко верить, что ты вышел из-за лупы собственного отца. Ты должен любить маму, папу, бабулю и дедулю. Не брать в рот и не давать в жопу. На важных встречах и мероприятиях ты должен говорить, будто хочешь срать, напрягая голосовые связки, как Глатва Лакос. Да, тут так и написано, Глатва Лакос. Блядь, не понял, чё нахуй? Правильно соотносить впихуемое к впихуемому, блядь. Правильно соотносить впихуемое к впихуемому и невпихуемое к невпихуемому. Ну тут, блядь, сами думайте, что это значит. Мне пухой вообще. И последний пункт. Ты не должен вредить людям и братьям нашим меньшим. Если вы прониклись данной идеологией, вы можете приобрести паспорт гражданина ООСД за 10 тысяч рублей. Но будьте осторожны. Если при получении паспорта выяснится, что вы человек из категории трипл-кашников, или ещё чего хуже, АШР, как мы с вами помним, АШР это модераторы ТикТока, то велика вероятность, что вас отправят в коричневую страну. Про неё чуть позже. Итак, кто такие трипл-кашники? Это люди, которые попадают под категории от К1 до К3. К1 это самая лайтовая категория. Кунимены. Те, кто павируют лохматки. По словам Солнца Ликова, такие люди ещё могут получить прощение, если сделали это по ошибке или по пьяни, и раскаиваются в этом. Если вы уже так называемый заряженный... Это как по ошибке? Это перепутал вагину с очком товарища? Или что? Да, я вообще хотел к мужику, и блядь, если там оказалось... Вагина, блин. Стука эта, блядь. Во-первых, скорее всего, вы выглядите вот так, а во-вторых, путь в ООСД вам закрыт. К2. Клыкодайверы. Или же Абубандиты. Те, кто полирует шершавого. Таким людям уже не может быть никакого прощения, и паспорт ООСД вам получить никак не получится. К3. Кишкоблуды. Те, кто трамбует рыхлого в кишке. Или же на простом языке занимаются пассивным гомосексуализмом. Самая прокачанная категория трипл-кашера, при которой путь в ООСД вам точно закрыт навсегда. Твой друг-модератор ТикТока. Фуловый К3 фантом. Он учит тебя, как жестоко. Стать тоже таким же, как он. Ты шляпу отсасывал смело. Ты клитор лизал не спеша. Тебе ты относишься к людям без категории трипл-кашера. Итак, если же вы трипл-кашер или ашер, то в мире Солнца Ликова вам готовна только одна судьба. Вы будете уменьшены, превращены в обоссанную тряпку и через фрактально-фекальный поток полетите прямиком в коричневую страну. Судя по описанию, коричневая страна находится где-то в канализации, и попадете вы в нее через дырку в трубе. Все местные жители живут в ячейках из говна Солнца Ликова, которые он им обильно посылает через... Такое ощущение, как будто это какая-то антиутопия 2013 года, 2011. Знаешь, когда они были популярные такие? Это человек, который должен прославиться и которого должны назвать гением. Знаешь, типа... Да и куча таких гениев. Либо ты сумасшедший, либо ты гений. Да ладно, на книгольцах просто рук ТикТока миллион таких гениев. Я говорю, просто-то не повезло, что ты пока что не популярный. Он тоже есть свой правитель, Вафлиль, Всевофлятель. И выглядит он вот так. Как и у любого правителя, у него есть свои цели. Он хочет перемонить всех молодых парней в разряд Трипл Кашеров, обманывая их и пропагандируя однополые отношения. Так вот, кто стоит за тем видео бритья жопы на Ютубе. Также у Вафлиля есть собственный Ютуб-канал, где он выступает против Светла Ликова, используя силу нейросетей и фальсификаций. Здравствуйте, дорогие Вафлоадепты. Наши художники уже работают, уже показали, кто он есть. Сегодня у нас с вами невероятно интересная тема. Экскрементофилия, любовь к выделениям, кау, моча, менструальное выделение, слюна, рвота. Категория Тиболга от безысходности, от бессилия, от злости, от того, что они ничего не могут сделать, клевещут на свет Валика Га. Вот уж действительно... Каким-то сложным путем пошел. Надо было как спистика прокладки лизать, мне кажется. А тут как-то все очень долго, сложно. Просто говорить, а там... Рисунки рисовать. Нельзя реально лизать. А, ну да, нехорошо. Я сам K1 какой-нибудь, но... Видишь? Сделал выше против. Правда, почему-то в ссылке канала написано ООСД 666 Games. Игорь, кстати, написал официальный гимн для коричневой страны. А боссаная тряпка по трубам летит, коричневый... Под песню Война Света? И с жопы висит вафлиль, все вафлятель ждет тебя. Теперь ты будешь жить в ячейке из говна. Не видно. У нас с тобой одинаковые футболки цветом. Да. Как тебя зовут? Рубье. Меня Делли зовут. Приятно познакомиться. Слышала про Макси Чай? Да. Со стороны может показаться, что Игорь очередной фрик, который просто выкладывает видео в интернет, особо не взаимодействуя с аудиторией. Однако это совсем не так. Как я уже говорил ранее, он продает паспорта для участников движения ООСД, который сам лично заполняет, вклеивает фотографию и ставит печать. Все довольно серьезно и официально. Также он записывает видео поздравления и открытки в своей неизменной манере. Захарик слушаешь? Максим Гантцев слушаешь? Кирилл Белликов слушай. Сергей Ермолаев слушай. Это вот есть заказанная реакция, да? А вот есть заказанный пердеж для тебя лично. Это как вот эти афроамериканцы, которые полуголые, знаешь, стоят с плакатами, поздравляют с днём рождения, например. Ну это как сигна, только более прокачанная. Да, прокачанная сигна. О, для этого постарался, надо больше изгнать его. Да. А, блин. Хоть не посрался там. Не показал. Коричневых змеев вы можете за 200 рублей купить юбилейный сотый выпуск в Телеграме. Так как Игорь является медийной личностью, у него есть и свои поклонники. И вот вам некоторые произведения фанатского творчества, посвященного Солнцеликому. Метольные запилы с участием Игоря. Карта побега с коричневой страны в Роблоксе. Ну запускайся давай. Пиздец. Блядь, я заебался в жить в этом говне, надо съебывать отсюда. В общем, даже прилично смотрится, кстати. А где я сел? Коричневая эта страна. Опен. Что, опен? Охуенно. Ну да, слушай, не такой уж страшный коричневая страна. Кажется, хрень закрыта, нужно идти по пульт управления. Это грязно. Я же уже открыл. Я думал, всё будет коричневая. Да, открой, блядь. Кажется, я игру забагал, нахуй. Ну мне это в плюс. Зачем была коричневая страна? Ну дай пройти. А, всё что ли? Ебать. Я ничего не вижу. В этом смысл. Всё? Нет. Это была обманка. Да, сбежать нельзя. Там останешься, всё. Nextbot для игры Гаррис мод. Вон, пристает этот, видишь? Сука. О, летит, блядь. Ой, может, как-то делать звук. Вот. Бля, разработчик, сука, ты его бессмертным сделал? Да пошёл ты в пизду. На genius.com есть страница автора с текстами тех самых знаменитых песен. И, скорее всего, это тоже дело рук поклонников Солнца Ликова. Ну и как же без тиктоков с участием Игоря? Что ж там, вы постарались? Друзья, выбрасывают, прикинь, не оценили юмор. Бедняга. Ну, от К1 до К3. Я от К1 до К3. Мы не вахнули. А, он маленький стоит, смотри. Видишь? Со временем у него даже появились фейки, которые выдают себя на Игоря. Он здесь показывает, что не настоящий. Что-то есть, да? Судя по выкладываемым фото и видеоматериалам, Игорь большой любитель животных. Вот его собака по кличке Джек. Можно отвести собаку. Их веках выколано. Не буди. Первый попугай. Сорок лет, как под наркоза, я работал говновозой, блядь. И второй попугай. Видишь, что самый любимый питомец это попугай. Относится он к ним хорошо. Вот он видео с щенками от вязки Джека. Вот они. Ого. Вот это девчонка. Вот девчонка. Продает собак. Вот девчонка. А вот наш мальчишка. Вот он наш мальчишка. В этом продает... Смотри, мальчишка. Ну-ка сюда смотри, мальчишка. Хозяйка этого. Сын Джека. Вот они все. Это его семейство. А, и у него Джек, наверное. Теперь у него дома не живёт. Ну, у него мальчик. Сын Джека своего привёл к какой-то... Ну, так он же сказал, сучка была. Да, сучка. Сучка родила. И в итоге покажут, какие щенята родились. Одна собака по кличке Шуня. Чихуах уит. И той ты рурит. Чихуах уит. И той ты рурит. Джек пытается сбежить. Чихуах уит. И той ты рурит. А, кстати. А, у неё же на ребёнок. Подожди, кстати, реально той ты рурит получается. Потому что у него с Чихуах как-то не похоже. Как будто смесь каких-то Чиха и какого-то Тойтерьера. Вообще у него собака на Тойтерьера больше похожа. Нет, смесь. Чихуах, Тойтерьер. Потому что Чихуашки и Тойтерьер как-то чуть по-другому выглядят на самом деле. И дети. Фотографии с которыми можно найти на личной странице ВКонтакте. Также Игорь упоминает свою дочку в одном из видео в Телеграме. Короче, ребята, на море приехал, дочку привёз немножко. Ну, на ночелях, на расслабанах. Немножко привёз дочку? Вон Джек далеке с дочкой. Вон Джек уже купаться побежал. Для своих лет он находится в неплохой физической форме. Скорее всего, это следствие занятий спортом и правильного питания. Он, собственно, что собаки штанах у него. Я, наоборот, думал, что он бухал в рёстках. У меня такое ощущение, как будто он бухал жёстко, потом бросил. И резко на ЗОЖ пошёл. И резко пошёл на ЗОЖ и начал песни петь. Игорь также не курит и не употребляет спиртного. И это правильно. Ну, сейчас не пьёт. Движение ОСД должно выглядеть презентабельно. Это, может, он пил. Берите пример. Попудовый бухал. Подожди, чё у тебя там? Подожди, дай прочитай. Может, не бухал. Может, у него просто тип старения такой. Пиво. Пиво, блядь, да ты. Ты что, пиво не пил. Профилактика. Глядя на многочисленные пердёжные поздравления и другие подобные видео, у зрителей может возникнуть вопрос. Как же ему удаётся так много и смачно пердеть? Что ж, мои маленькие любознательные друзья. Что-то разоблачение. У нас Игорь записал подробный гейт. Так, основной продукт пердежа звука является углеводы. Нужны макарошки. Макарошки для выработки нашего атмосферного пердежа. Далее. Кастрюлю заливаем воды. Водичка закипела. Подсолили её, короче. И закидываем сюда вот эти все макароны. Макароны. Может, наоболку фасоль взять. Горошек. Воду слили, всю вот эту сурку слили. 50 грамм маслица. И перемешиваем это всё. Следующий продукт. Килька в томате. Закинули, перемешали всё. Закрыли крышкой. Дали настояться минут 5-7, короче. И всё, потом ты накладываешь тарелочку такую с корочкой. Начинаешь кушать. Покушали. Теперь это нужно всё дело залить ряженкой. И он начинает нагнетать. С килечкой. Поэтому и нагнетает. Нагнетает. Наверное, жижечка там потом появляется. Наверное, штаны, трусы потом грязные постоянно. Что же делать? Там ты уже его раз, дыру жопную, и наверх отыграл. То есть туда, если здесь кусок говна есть, то так куска говна его. Далее. Чаёк с черносливом. Ты чувствуешь уже, вот там как бы уже первый пердёж уже как бы собрался. Нагнетатель выдал его, первый пердёж, он у тебя к дыру жопной пошёл. Ты раз зажал, вот так, зажал свои, короче, манжеты. Раз, и он наверх отыграл. Манжеты. Раз дошёл, ты его раз наверх. Ну, он опять всё. Раз, до говна дошёл, здесь уже стоит, короче, копится. Здесь одна афера, две, три, четыре, пять, шаги, когда-то двенадцать. Семь раз поднял, короче, семь атмосфер. Двенадцать раз поднял, всё уже двенадцать. Всё, сегодня-то всё под контролем. Как твоя там будет, это, кольцевая мышца держать? Также вас могла заинтересовать знаменитая прическа Солнца Ликова. Для неё есть специальное название «Медуза». Судя по старой фотографии Игоря, носит он такую прическу уже много-много лет. Игорь, не пора ли подстричься? Пора, родной, пора. Ну, вот, в общем-то, и всё. Это более-менее вся информация, которую мне удалось как-то найти и структурировать. Окончательные выводы вы уже делаете сами. Является ли Игорь фриком, или это всё просто его интернет-образ? Вадим, хватит гайты слушать от Игоря? Поддерживаю Игоря. Ну, и перейдет тут. Зайдите в Телеграм, блядь. Всё, всем пока. Меня в дырку увозят. Ха-ха-ха. Пф, 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 ха-ха-ха. Пф. 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 Пф.